Приветствую вас, друзья! Предыдущая серия видео была очень интересная. Если вы пропустили эти видео, я вам советую видео на тему «Существует ли судьба?», видео «Как изменить прошлое» и видео о том, что каждый человек может сам создавать свою реальность. Итак, когда вы овладели знаниями о том, что вы можете сами формировать свою реальность, вам нужно приступить к практике. Что нужно сделать, чтобы создать жизнь своей мечты? Первый шаг. Выпишите сомнения. Напишите в блокноте, почему вы не верите, что можете стать здоровым, богатым, счастливым, любимым и любящим. Напишите, какие у вас есть сомнения. Например, «Мне кажется, что сложно быть богатым», «Мне кажется, что сложно встретить хороших друзей», «Мне кажется, что сложно стать успешным». И напишите, почему. Потому что я помню, что мой отец или моя мама говорили мне об этом. Или я видел пример, что мои родители всю жизнь тяжело работают. Или я видел и так далее и тому подобное. Ваша задача — сделать в блокноте анализ своих сомнений во всех сферах жизни. Буквально пропишите, что вам мешает верить в то, чего вы хотите. Когда вы прописали, вы понимаете, что информация исходит откуда-то извне. Она вам не принадлежит. Убеждения, что что-то сложно и невозможно, не принадлежат вам. Это просто установки, которые пришли извне. Либо же у вас был уже отрицательный опыт. Вы, например, что-то пробовали сделать, потерпели неудачу. И вы думаете, раз это со мной случилось, значит, это невозможно. Вам нужно отпустить этот опыт и написать, что все, что было в прошлом, остается в прошлом. А я создаю новое будущее. Выписав сомнения, вам нужно запустить новые убеждения. Пропишите в блокноте противоречия. Например, мне кажется, что деньги даются тяжело. И потом пишите установку. Я верю, что деньги с легкостью приходят в мою жизнь. Следующая фраза, например. Эта болезнь неизлечима. Для нее нужно очень много таблеток. Напишите напротив. Мой организм сильный. Он может сам себя исцелить. Я сильный человек. Меня исцеляет энергия света, энергия любви. Даже если вы проходите курс лечения, и он может действительно быть необходимым, такой эффект самовнушения усиливает процесс исцеления. Так же самое можно написать в теме успеха. Мне кажется, что я не смогу стать успешным. Напротив, вы пишете «Я вижу и чувствую себя успешно». Это очень классная практика. Когда мы пишем, все, что мы переносим на бумагу рукой, всю информацию, все наши желания, обретает силу. Можно написать и вычеркнуть, тем самым исключить программу. И написать ярко-красной ручкой, большими буквами что-то, чего мы хотим. Это очень сильно, потому что когда мы чего-то желаем, и мы пишем рукой, буквально через нашу руку проходит огромная мощная энергия, которая буквально запечатывает наше желание на бумаге. Помимо того, что важно менять свое мышление, очень важно писать. Когда мы пишем, мы видим буквально ясную картину своих мыслей. Мы их структурируем, мы их раскладываем по полочкам, и мы удаляем ненужные убеждения и выписываем все, что нам нужно. Буквально мы программируем себя гармонично и структурируем. К этому еще очень важно добавлять медитации. Утром, днем и вечером, либо утром и вечером мы медитируем на то, чего мы хотим. Не просто медитируем, мы визуализируем. Это действительно помогает создать желанную реальность. Мы отбрасываем сомнения, мы отбрасываем общение с людьми, которые в нас не верят. Мы перестаем смотреть негативные новости и негативные фильмы, и фокусируемся только на том, что сопутствует воплощению желанного в жизнь. И, наконец, что еще может помочь воплощению желания в жизнь? Многим моим подписчикам уже помогли мои аудиокниги. Несколько лет назад я создала ряда аудиокниг, а за последние пару лет еще новые аудиокниги, которые помогают буквально менять свое подсознание и свое мышление. Как это работает? Человек слушает аудиокнигу в транспорте, дома, в наушниках или просто с громкостью, утром, днем, вечером, перед сном, где угодно и когда угодно, человеку и как можно чаще. Когда человек прослушивает аудиокнигу, его подсознание записывает постоянную информацию. Это очень неэффективно, это очень интенсивно и это очень помогает измениться. Измениться энергетически, изменить свои мысли, состояние и буквально записать новую реальность в своем мышлении. Я специально создала такие аудиокниги, которые в первую очередь помогают людям получить ответы на их часто создаваемые вопросы о том, как программировать реальность, как подсоединяться к своему источнику света и как создавать свое желанное будущее, как правильно фокусироваться, как попадать на волну положительных перемен. Очень много ценной, полезной информации и энергии в них аудиокнигах. Вы можете посмотреть на нашем сайте spacemeditation.com, ссылку мы оставим под видео, отзывы об этих аудиокнигах. Аудиокнига перепрограммирования своей реальности, аудиокнига световое сознание и другие аудиокниги являются мощными помощниками, инструментами в изменении своего сознания и программирования своей реальности. Мы действительно можем менять свою жизнь, но для этого нам нужно что-то делать. Не значит, что только одним утром позитивно помыслить, помедитировать, а потом на следующий день снова не верить, сдаваться и думать, что все это не работает. Только тот человек, который каждый день медитирует, каждый день верит, фокусируется и прослушивает аудиокниги, медитации, действительно берет ответственность за свою жизнь и меняет и программирует свою судьбу. Конечно же, это работает. И эффект можно увидеть ровно через месяц. Но у некоторых людей эффект происходит буквально через неделю. Все зависит от силы мысли человека и его веры. Если у человека нет сомнений, нет страхов, и он очень нацелен на то, чего он хочет, и он пребывает в потоке любви, веры и благости, тогда все сбывается гораздо быстрее. Друзья, не теряйте веры. Помните, что всему свое время. Верьте, действуйте, мыслите, медитируйте. Слушайте аудиокниги и медитации. Записывайте все в блокнот и вы увидите, какие чудеса начнут происходить в вашей жизни.